Еще какие вопросы? Я хочу донести одну важную, ценную вещь, что пока человек не встает на путь благости, то есть он не побеждает, не изживает в своем сердце с помощью знаний, это изживается. Вот эту идею, что я центр, и меня надо наслаждать. Я центр означает, у меня тяжелая жизнь, семейная. У меня плохая карма семейная. Мне не додают, меня не понимают, меня не любят. Мне достался плохой человек. Это все страсть. Мне достался тот человек, который положено мне иметь. Он скажет, а если нет? Но если нет, то тогда уйдет. Какие проблемы? Если придет время и нет, значит будет нет. Это не наше дело опять. Мне достался тот человек, которым положено мне жить. Вот это очень горькое знание, но его надо принять. Это означает благость. Видите, почему не можем принять? Потому что мы хотим наслаждаться, а не служить. Вот достался тот, которому можно служить. Вот если бы человек меня наслаждал в жизни, ему можно служить или нет? Как ему служить, если он меня служит? Он меня наслаждает. Мы же всего чего хотим все. Смотрите, страсть. 99% на Земле рождены в страсти людей. Земля находится в сфере энергии счастья, страсти. Земля, планета Земля находится в сфере энергии страсти во Вселенной. Поэтому большинство людей рождаются в страсти. Означает, что мы изначально хотим так жить, чтобы человек, который рядом со мной был, делал меня счастливым. По факту означает, был лучше, чем моя судьба. Но тогда как ему служить-то? Если он меня делает счастливым, значит, он мне служит. Кто, кого делает счастливым, тот тому и служит. Как тогда мы можем свою земную карму воплотить в жизнь, если мы рождены для того, чтобы победить в себе вот эту страсть и желание наслаждаться? То как судьба нас обманет? Как судьба тогда нас обманет и даст нам человека, который будет меня наслаждать? Сейчас объясню, как она может обмануть. Если мы берем свою судьбу, то есть Бог дал человека, берем ему пинка под зад и говорим, шел вон, скотина. Тогда Бог дает того человека, который будет меня наслаждать. Следующий этап. Или вообще никого не дает. Если Бог любит, он говорит, ну хорошо, раз пошел вон, вообще никого не получишь. Бог любит, значит. Ты пока не раскаешься, никого больше не получишь в жизни. Второй вариант. Бог наказал, дает тебе человека, который будет тебя наслаждать. Ясно, что не всю жизнь. На всю жизнь наказать невозможно на какое-то время. То есть он тебя наслаждает, ты без ума от него, от счастья. Потом что он с тобой делает? Мучает тебя, мучает. Или бросает, или издевается над тобой и так далее. Он становится, тот, кто наслаждает, тот становится господином, понимаете, постепенно в жизни. Он становится гордым в конце концов. Я об этом говорил с самого начала. Так люди в страсти живут. И так, видите, как интересно все в этом мире устроено, что надо принять просто свою судьбу. А просто принять невозможно. Для этого надо поменять платформу жизни. То есть надо перестроить разум свой. А перестроить его можно только с помощью примера другой жизни. Надо общаться с теми людьми, которые живут по-другому. И тогда с помощью этого общения меняется судьба человека. Человек начинает по-другому воспринимать мир. С позиции тех, кто правильно живут, воспринимает мир. Такой человек. Разум от одного человека перетекает к другому. Вот вы меня внимательно слушаете, и я от вас учусь слушать. От вас перетекает разум ко мне. Сейчас. По факту. Разум означает смирение, слушание внимательно. Это деятельность разума. Итак, смотрите. Очень важно понять такую вещь, что судьбу не поменяешь. Она меняется сама, когда приходит время. Меняется в лучшую сторону сама, когда приходит время. А время приходит тогда, когда жизнь наша встает в правильное русло. И в сердце наступает радость. Веды говорят, когда человек идет правильным путем, то в сердце наступает радость. Истина приносит счастье с самого начала. Даже слушая об истине, человек испытывает счастье. И идет этим путем, он тоже испытывает счастье. Но на этом пути есть много препятствий. Какие-то препятствия. Незнание, как идти таким путем. Человек обнаруживает, что он не знает, как так жить вообще. Он не знает, как теперь строить отношения с близкими, обладая этим знанием. Не знает, как жить дальше вообще. Я как вот жила вот так, а теперь как жить? Теперь я не знаю, как мне жить. Это хорошо. Это хорошо, потому что душа, она должна всегда искать знание, впитывать его. Она не должна думать, что она знает. Она должна постоянно пополнять свое знание. Должна его искать, быть смиренной в этом мире. Понимаете? И тогда она счастлива, потому что она в смирении как бы подстигает, как правильно жить. Разумная форма жизни означает смирение. Гордый человек, разум заплыл. У него нет сильного разума, у гордого человека заплывший. Я все сам знаю, что мне это слушать. Вот, а смиренный человек, он изучает, как жить, слушает старших. Итак, как живут страстные люди в семейной жизни? Они постоянно доказывают свою правоту. Допустим, человек получил благостное знание в сердце. Он пришел домой и говорит, сейчас я тебе расскажу, как надо жить правильно. Мы, дураки, с тобой жили неправильно все время. А сейчас я тебе расскажу, как надо жить правильно. Слушай. Ты, скотина, чего смотришь на чужих девушек-то? По лекциям Олега Геннадьевича смотреть на чужих девушек нельзя. Надо смотреть на свою жену. Понял, урод? На кого надо смотреть? Но человек получил знание или нет? Нет. Потому что, когда человек получает знание, он приходит домой и говорит, ты у меня хороший, а мне надо трудиться над собой. То есть, человек, который получает знание, начинает служить близким людям, вдохновлять их, работать над собой, вдохновлять близких. Потом, когда они начинают тебя уважать, близкие люди, за то, что ты работаешь над собой, их вдохновляешь, они тебя начинают уважать. Когда они тебя начинают уважать, ты их начинаешь тоже воспитывать потихоньку, объяснять им, как надо жить. Это называется уже дружеские отношения. Есть три типа отношений между благостными людьми. И все эти типы отношений – близкие отношения. Близкие означает меняющие судьбу. Вот я сейчас с вами устанавливаю близкие отношения. Близкие отношения означают, что я не могу быть ни свысока, ни как, я могу только близким человеком быть и все. Иначе я не смогу вашу судьбу поменять, и свою в том числе. Потому что, когда человек говорит об истине, он меняет судьбу всех в это время. Потому что он делает то, что угодно Богу. Итак, смотрите, у благостных людей есть три типа близких отношений. Первый тип близких отношений в семейной жизни означает равные отношения. Семья означает равные отношения. Муж и жена равны между собой. Как они равны, сейчас мы это поймем. То есть мужчина, он по факту старший в семье. Старший. Это внешнее поведение. Но мужчина знает, что его жена, вот такой мужчина, какой мужчина может быть старший в семье? Знаете, какой мужчина может быть в семье старшим? Который считает, что его жена лучше, чем он. Смотрите, женщина в семье лучшая, а мужчина старший. Женщина, вы согласны быть лучшими, а не старшими? Мужчина, вы согласны быть старшими, а не лучшими? Ну, конечно, Леонид. Ну все. Видите, гармония наступила. Ну нормально. Каждый получает свое. Потому что женщина ведь не хочет быть старшей. Женщина соткана из энергии любви, поэтому она хочет быть лучшей. Потому что лучше всего на свете – это любовь. А мужчина не хочет быть лучшим. Он хочет, чтобы его слушались. Ему не надо быть лучшим, ему надо, чтобы было правильно. Потому что он соткан из знания. Женщина соткана из любви, а мужчина соткан из знания. Поэтому мужчине надо, чтобы было правильно, а женщине не надо, чтобы было правильно. Ей надо, чтобы она была лучшей. И чтобы это значит, что ее мнение очень сильно ценили. Если мужчина говорит, ну ты вообще так говоришь, правильно говоришь, я так ценю твое мнение, но я не смогу вот так поступить, как ты хочешь. Ненормально, она принимает. Главное, что ее мнение оценили, она принимает. Или нет? Нет, если она разумная женщина, принимает? Мужчина оценил, он говорит, ну правильно все. Правильно, я должен разговаривать нежно с тобой, но не могу. Правильно, не могу, потому что я такой вот тупой. Ты лучшая у нас, ты вот нежно можешь разговаривать, а я не могу. Женщина примет? Примет. Но как в каком случае она примет? Когда она находится в благости. Потому что только благостные люди могут строить близкие отношения. Близкие отношения в семье означают равные. Равные отношения. Равные отношения означают две вещи. Вот равные отношения строятся на двух принципах всего. Первый принцип. Я тебе служу. Это главный принцип. Второй принцип. Я имею право тебе открыть свое сердце и объяснить, как я понимаю жизнь. Не заставить тебя жить, как я хочу. Ни в коем случае. Смотрите, чувство собственного достоинства у благостного человека не ущемленное. Когда человек доказывает свою правоту, когда у него ущемленное чувство собственного достоинства, он всегда всем что-то втуляет. Страстный человек втуляет любое знание. Даже если дознание благостное, он приносит домой и говорит, послушай, тебе это поможет. Он знает, что он страстный, пока нет близких отношений в семье. Потому что близкие отношения означают очень и очень тактичные отношения, деликатные отношения. Деликатные означают деликатные прежде всего в недостаткам человека. Вот допустим, муж, недостаток любого мужчины какой? Мужчина имеет очень сильный, однонаправленный разум. И поэтому ему очень трудно поменять свое понимание вещей. Он не может, как женщина, вот так раз и послушать. Понимаете, ему невозможно, потому что ему надо для этого очень много веских оснований в сердце, чтобы начать что-то слушать для себя в жизни. Для мужчины много оснований надо. Если вот хотя бы пять мужчин пришло сюда на лекции, я думаю, господи, чудо. Потому что много оснований. А для женщины слушать это, естественно, другое знание. Почему? Потому что она имеет другую природу. Смотрите, мужчина соткан из знания, и это его фундамент. Поэтому ему менять свой фундамент очень сложно. Ему надо всю жизнь поменять таким образом. А женщина, она соткана из любви. А знание для нее не фундамент. Знание для нее пища. Для мужчины любовь пища. Мужчина питается любовью. Женщина чем питается? Знанием. Она кушает знания. Она говорит, я на лекцию на самом деле прихожу, может быть, я не все поняла, но мне там хорошо. Я хочу так жить. Я, может быть, не все понимаю, но я хочу так жить, потому что мне хорошо так жить. Вот в таком ключе. Женщина так говорит. А мужчина говорит, стоп. Не факт, что я хочу так жить. Я должен во всем разобраться. Другое мышление совсем. И поэтому мужчине невозможно взять лекцию и пихнуть. Но интересно знать, что так как мужчина питается любовью, то как муж может начать изучать, как правильно жить? Через жену он это происходит. Как это происходит? Через благостную жену только это происходит. Когда женщина перестает желать наслаждаться за счет мужа и начинает жить внутренней жизнью в семье. То есть она живет тихонько по лекциям и никого не трогает. А если муж спрашивает, ты что такая хорошая у меня стала? Она говорит, да ты на самом деле у меня хороший-то, а я похуже. И он понимает, что он ответа не найдет. И он начинает смотреть, что она изучает. Он изучает жену, начинает изучать жену. Он ищет правду. Смотрит, опа, лекции какие-то слушает. Дай-ка я послушаю. Но жене не говорит, что он лекции слушает. Он тайком это делает. Мужчина меняет свою жизнь тайком. И потом в какой-то день он приходит к жене и говорит. Я всегда так понимал жизнь. Ты хочешь жить вот так вот? Пожалуйста. Я всегда так понимал в сердце, что так надо жить. Мы с тобой об этом просто не говорили. Ну, я всегда так понимал. Я бы на месте Олега Геннадьевича еще об этом вот сказал бы. Разобрался во всем, послушал, изучил. И поменял свое мышление. И жизнь пошла уже в другом русле у него. Таким образом, смотрите, то есть мужчине помочь невозможно. Без любви. А любовь означает деликатность. Не трогать его. Принять его таким. Говорить, да ты у меня и так хорош, тебя не надо менять. Тебе не надо даже лекции слушать. Ты у меня и так по лекциям весь. В морду мне даешь по карме, по моей. С грязными ботинками ходишь по квартире. На баб на чужих смотришь. Все по лекциям. По моей карме. Почему? Потому что я в прошлой жизни была такой же. Ты по лекциям, зачем тебе их слушать? Ты по лекциям живешь. Искренне как бы она говорит своим мужу. Все. Это значит, что когда нет насилия, просыпается разум благости у человека в жизни. Нет насилия, просыпается разум благости. И он проснувшись, он долгое-долгое время развивается, растет. Его не надо трогать. Это не наше дело. Когда человек будет менять свою жизнь, это не наше дело. Наше дело жить в благости. Когда человек живет в благости, он очень нежно живет. Он никого вокруг не трогает. И всех любит такими, какие они есть. Он по факту никого не мучает вокруг себя. Благостный человек. И все развиваются вокруг такого человека. Они растут как растения, которые имеют солнце и воду. То есть имеют любовь в своей жизни. Любовь означает не трогать. Деликатное отношение к человеку. Потому что благостные люди догадываются, что каждый человек так себя ведет только по одной причине, что по другому он не может. Это страдание заставляет человека вести себя плохо в жизни. Страдание. Почему муж кричит? Потому что он страдает. Только благостные люди, они страдают внутри себя. Страстные люди страдают совместно. А невежественные люди отдают свое страдание другим. Смотрите. Как страдает благостный человек? Кто-нибудь знает? Нет. Он садится и молится просто. И все счастливы рядом с ним, даже если он страдает. Как страдает страстный человек? Ну что вы смеетесь? Все нормально? Мы так договаривались? Вы же не знаете, как лекция должна протекать? Может, сейчас потолок должен обвалиться, а человек пошел исправлять неполадку. Вот спасибо вам. Просто он дал воздух, понимаете? Спасибо вам большое. Да, пошел воздух, пошел. Видите? Во, вот это называется благость. Благость означает, все происходит как надо в жизни. Ничему не удивляйся. Мой наставник, он мне сказал одну фразу. Я говорю, как остаться в духовной жизни? Как сделать так, чтобы не уйти никогда в обычную жизнь? Он посмотрел на меня и говорит, первое правило, ничему не удивляйся. Вот что не увидишь вокруг себя, так и должно быть. Все само собой, естественно, так и должно быть. Ничему не удивляйся. Видите, пошел в воздух, да? Человек дал нам воздух. А вы над ним насмеялись. А я не поддался. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что это все пока только теория. Вот вы, когда придете домой, вы поймете, что так вы не можете жить. Человек не может сам из страсти перепрыгнуть в благость. Это невозможно. Почему? Потому что эти силы непреодолимые, веды говорят. Человек может быть благостным, жить благостной жизнью только тогда, когда он сдает экзамен. В чем заключается экзамен? Человек должен плакать по внутренней жизни. Он должен садиться рано утром и молиться, желать всем счастья. Если он не может молиться, должен слушать лекции о том, как это делать, чтобы у него появилось вдохновение. Всегда благость перетекает от одного человека к другому. Но когда человек в своем сердце уже настроен никого не трогать, у него есть знание о том, что это и есть настоящее счастье так жить, тогда в этом случае он начинает естественным образом само собой так жить. Вот допустим, как бросить курить? Не надо бросать курить. Не надо бросать курить. Надо просто начать общаться больше с людьми, которые живут другой жизнью. Не то, что они не курят, они живут другой жизнью, понимаете? Потому что человек в страсти может курить, может пить, ему как-то надо снимать напряжение. Человек в благости живет спокойной жизнью, счастливой. Человек в страсти живет в напряжении. Человек в невежестве живет в состоянии, в котором он, ну как бы, хмурном состоянии, понимаете? То есть он постоянно то выпивший, то обдолбанный, там, то еще что-нибудь, понимаете? То есть он не может в нормальном состоянии. Человек в страсти, он в напряжении, потому что он стремится к счастью. Счастье у благостного человека внутри. Счастье у страстного человека снаружи, в обществе. Счастье у невежественного человека исходит из него самого. То есть он считает, я буду счастливым, все остальные мне по барабану. Страстный человек сотрудничает в своем счастье. Благостный человек знает, что этот мир создан для экзамена, поэтому надо сдавать экзамены, и будет счастье потом. Видите, люди по-разному мыслят. Все эти три категории людей по-разному мыслят. И по факту не может быть счастливой семейной жизни, если ты не сдаешь экзамены. А самый тяжелый экзамен судьбы – это семейная жизнь. Поэтому не сдал экзамен, счастья нет. Все. Что это значит? Это значит, ты еще не в благости. Вот и все. Когда человек становится в благости, у него есть муж, допустим, у женщины есть муж или нет мужа, она чувствует счастлива себя. Почему? Потому что она знает, почему нет. Раз она знает, почему нет, она также знает, когда будет. И поэтому она спокойна. Вот, допустим, человек голодный, но он знает точно, когда поест. Он успокаивается? Все. Когда это знание приходит? Когда ты осознаешь, где пища. Пища находится в твоей судьбе. Если ты не замужем, а женщина любая должна быть замужем. По правилам. Она должна быть замужем. Почему она не замужем? Потому что она не сдала экзамены. Что надо делать? Хочется замуж, Олег Геннадьевич. А надо что делать? Надо сдавать экзамены. Хочется замуж означает скупость. Благость что такое? Жить внутренней жизнью и довольствоваться тем, что Бог дал сейчас. Довольствоваться тем, что у тебя есть. Считая, что это правильно в моей судьбе. Итак, виды семейной кармы бывают трех видов. Но если человек переходит в благость, то он побеждает свою тяжелую семейную карму. По факту сейчас большинство людей на земле имеют тяжелую семейную карму. Невыносимую. Поэтому 80% разводов статистика в нашей стране. Ну то есть 100 человек расписались, значит 80 из них разведется. Все. Это такая статистика. Как влияет на семью карма ее членов? Знаете, интересная тема, потому что на самом деле существует семейная карма. Что значит семейная карма? Веда объясняет, что существуют разные ветви судьбы в этом мире. И каждая ветвь, она предназначена для каких-то определенных людей. Вот, например, мужчина бросил свою жену. В следующей жизни он попадает в такую ветвь, в которой женщин бросают. То есть он рождается женщиной в следующей жизни, в такую ветвь семейную, в которой женщин бросают. Теперь вопрос заключается в том, может ли эта женщина уже в следующей жизни сохранить семью? Может, может, если сдаст этот экзамен, который предназначен не только для нее, а также для ее мамы, для ее бабушки. Почему так? Потому что иначе экзамен не сдашь. Смотрите, как интересно. Если ты попадаешь в семью, в которой женщин не бросают, то ты естественным образом получаешь знания о том, как правильно жить с мужчиной. От тех женщин, которые живут, не брошенные. Но для того, чтобы тебе свою карму воплотить, ты должна попасть в семью, в которой женщин бросают. Потому что иначе как тогда ты экзамен сдашь? Вот и все. То есть это не значит, что мама виновата в моей судьбе, и бабушка виновата, и прабабушка там, и вся эта линия. Нет. Просто ты попадаешь в эту семью, потому что там твои экзамены. Вот, допустим, вот это безумие, допустим, идут экзамены разные. Я, допустим, учусь на физмаке, да, и мне надо там физику и математику там сдавать. Так? А я говорю, это несправедливо, хочу сдавать литературу. Ну, это безумие. Ты готовился к математике, вот и сдавай математику. Это твои экзамены. Ты бросил как бы свою жену, в следующей жизни стал женщиной. Для чего? Для того, чтобы узнать, что бросать никого не надо. Как ты это узнаешь? Через женское воплощение. Как Лев Толстой говорил, если ты хочешь узнать, чего в жизни не надо делать, посмотри на свою собственную судьбу. Чего тебе не нравится, то и не делай для других. Так можно понять, чего не надо делать в жизни. Если тебе не нравится, что тебя бросили, значит, никого не бросай. Смотри, логика такая элементарная, но мы же так не живем по факту-то. Вот, допустим, даже мы не знаем, для чего что существует. Большинство людей, например, не знает, что семья не для меня и не для моего мужа. Семья создается для детей. И дети являются полноправными обладателями семьи. То есть перед Богом, смотрите, если брать Бога, допустим, да, кто является обладателем семьи перед Богом? Ребенок, который живет в этой семье. Теперь, допустим, жена разводится, она думает о ребенке в это время, нет? Она говорит, все нормально, ребенку все будет нормально, так ему будет лучше. Откуда ты знаешь? Это его семья, и он решает, будет ему так лучше или нет. Спроси его, хочет он жить без папы или не хочет. Он скажет, я хочу, чтобы с папой жили, но в мире. И это правда. Так надо жить. Спросите у ребенка. Ну, хорошо, ваш выход какой? Вот у вас такая карма в прошлой жизни, допустим, допустим, я просто, я тоже, допустим, как бы этот человек в прошлой жизни был наркоманом и получил мужа наркомана, чтобы отрабатывать эту карму. Допустим, вы, ну, человек бросает мужа наркоману. Что дальше? Выход есть. Если, смотрите, смотрите, как веды объясняют ситуацию. Близкий человек живет в невежестве, надо жить с ним раздельно. И любовью на расстоянии и общением не слишком близким ему объяснять, что надо менять свою жизнь. Тогда мы будем жить рядом. Если такой человек, живя на расстоянии, уходит, это его проблемы. Надо за него еще какое-то время молиться, пытаться его вернуть в семью. Если он не возвращается, и вести свою жизнь дальше своей дорогой. Это не является грехом так жить. Веда объясняет, что семейная жизнь не означает всегда только нос к носу, понимаете? Семейная жизнь означает, можем жить вместе, живем вместе. Нет, живем на расстоянии. Когда люди на расстоянии находятся, легче воспитывать друг друга, больше уважения. Потому что, смотрите, чем больше дистанция, тем больше уважения, тем больше возможностей воспитывать. Тем ближе отношения, тем меньше возможностей воспитывать. Муж наркоман, ну живите на расстоянии, живите на дистанции с этим человеком, воспитывайте его, но не бросайте его. А я хочу быть счастливым, мне что, всю жизнь с ним жить на расстоянии? А вот видите, это опять мышление человека в страсти. Все отталкивается от чего? Я хочу быть счастливым, и я создаю свое счастье. Хорошо, тогда создавай. Будешь мучиться дальше, значит. Смотри, человек в благости, понимает, счастье исходит изнутри. Мой муж наркоман. Я живу на расстоянии, молюсь, чтобы счастье выходило изнутри. Потому что, если я в благости, то у меня всегда изнутри идет счастье. Потому что я живу внутренним миром, а не внешним. И отдаю счастье своему мужу наркоману. В результате, что происходит, моя судьба меняется. Мне дан муж наркоман, я живу от него на расстоянии. Зачем жить на расстоянии, чтобы жить в благости? Потому что, смотрите, если я с невежественным человеком живу очень тесно, близко, то я не могу жить в благости, потому что жизнь становится невыносима. Потому что, если ты близкие отношения с невежественным человеком строишь, ты становишься невежественным. Святой человек, то есть абсолютно утвердившийся в благости человек, может жить с невежественным человеком в одной квартире. И он побеждает невежество в этом человеке. Был такой великий и святой Харидас Токур. Великий и святой. Почему великий, я сейчас вам расскажу о нем. Жил 500 лет назад. Он все время молился. Постоянно молился с утра до вечера. Четыре часа спал всего, один раз ел. В день и молился постоянно. Он был молод, молод. И он был очень влиятельной личностью в этой местности. Ему позавидовал очень богатый человек. Нашел самую красивую женщину, проститутку. Самую красивую, какая только бывает в такой роли. Заплатил ей хорошие деньги и послал к нему. Он находился в уединенном месте, молился. Она пришла, села. Очень скромная такая девушка, красивая, очень хорошая. Сидела рядом с ним, смотрела, как он молится. Ничего ему не говорила. И так она несколько дней сидела, смотрела. Начала ему еду приносить там туда-сюда, заботиться о нем. Ну представьте, ты один монах, сидишь в уединенном месте. Жизнь монашеская, тяжелая. Девушка, это всегда приятно. Это любовь, энергия любви. Она тебе приносит покушать. Она очень красивая, смотрит на тебя. Трудно, да, как-то не среагировать? Трудно. Вот смотрите, что дальше было. Цель этой девушки была такой, чтобы доказать ему, что он на самом деле не такой святой, как он к себе кажется. А он себе святым и не казался на самом деле. Вот такой интерес святой был. Вот, и он молился. И она его спросила, можно мне с тобой поговорить? И у меня вот в сердце к тебе есть одно чувство, я хочу выразить. Можно ли мне с тобой поговорить? Он говорит, знаешь, ты подожди немножко. Я, конечно, давай поговорим. Мне просто надо домолиться. Подожди чуть-чуть. И она никак не могла дождаться, потому что он молился больше, чем она могла терпеть. И она всегда как бы засыпала, просыпалась, а он уже опять молится. И она не могла никогда дождаться. И она и танцевала перед ним, и что только не делала. Вот бесполезно. Он просто сидел, молился и излучал счастье. Удовлетворение полное и счастье. Знаете, что произошло? Это исторический факт. Эта женщина за несколько дней вот такой жизни рядом со святым человеком полностью очистилась от всех своих грехов. Продала нажитое, вернее, раздала нажитое имущество, все свое имущество раздала нажитое вот этой жизнью такой. У нее она была богатой женщиной, потому что она была богатой простудкой. Очень красиво к ней ходили влиятельные люди. И она стала его учеником. Она приняла прибежище у него, сказала, я хочу служить твоему знанию. Он ей дал посвящение, сказал, иди и проповедуй духовное знание всем людям. И она пошла бродяжничать, бродить по свету. И стала святой женщиной. Это исторический факт. Проститутка стала, несколько дней общения со святым человеком, стала святой возвышенной женщиной. Полностью чистой, сияющей. Это описано в летописи. Такой великий и святой. Разок он жил в пещере со змеей вместе. Ну, как бы змея заползла в пещеру, и он думает, ну, Богу положено, как бы мне, если что, она меня укусит, ну, пусть кусает. Но змее холодно. На улице как бы зима. Пускай живет со мной в пещере вместе. Змея. А потом пришел ученик, к нему смотрит, запах определенный. Кобры, они определенный запах зловонный истощают. Ну, запах смерти такой. Он думает, так, понятно. Значит, рядом здесь живет змея. И он говорит, духовный учитель, я не могу, как бы, позволить, что змея живет рядом с вами. Это опасно для вашей жизни. Я не могу позволить. Пожалуйста, дайте мне разобраться с этой змеей. Вы, как бы, куда-то сходите. Я должен как-то сделать так, чтобы ее здесь не было. И он говорит, я понял. Иди, как бы, иди своей дорогой, ее здесь не будет, не волнуйся. Он ушел, и тогда святой человек, как бы, в сердце змеи начал молиться. И говорит, пожалуйста, так вот случилось, что нам придется разлучиться. Мой ученик, как бы, не испытывает счастья от того, что вот ты здесь рядом находишься. И она уползла. Тоже исторический факт. Взяла, уползла оттуда, из этой пещеры. Я вам, как бы, два примера привел, да? Один пример. Человек находится с одним невежественным человеком рядом, живет. И тот становится святым рядом с ним. И второй пример. Человек не просто с человеком, он со змеюкой живет под колодной. Рядом. Со змеюкой под колодной живет. И она уползает в его жизнь. Не живет с ним. Это все происходит, потому что человек обладает такой силой, заставляющей сиять других. Но мы с вами такой силой не обладаем. Поэтому веды рекомендуют, если ты не обладаешь такой силой, значит, тогда живи на расстоянии. Потому что, когда ты на расстоянии, ты можешь заниматься духовной практикой и жить в таком состоянии, в котором даст возможность твоему близкому человеку очиститься. Ведь идея в чем заключается в совместной жизни? Что ты сияешь изнутри и очищаешь близкого человека. Все. Хоть он благостный, хоть страстный, хоть невежественный. Не имеет значения. Ты должен чем заниматься? Только очищать его рядом с собой, не желая ничего взамен. Вот теперь вопрос. А если наркоман? Вот это означает вот такая карма семейная. Вот если наркоман, значит, такая карма, и она уже не может быть другой. Понимаете, люди на что-то надеются в этой жизни. Она не может быть другой. Есть свиньи с разными лицами, понимаете? Одна свинья – наркоман, другая свинья – пьяница, третья свинья – развратник. И шило на мыло только придется менять. Допустим, наркоман – хорошо, другая свинья будет. Но по факту, вот человек достоин такой жизни. И что делать? Жить на расстоянии, заниматься духовной практикой. Карма семейная плохая сгорает, потому что ты сияешь, как лампочка. Когда человек начинает сиять, когда он создает себе нормальные условия для духовной жизни, своей жизни. Нормальные условия означают внутренние условия. Здесь в сердце прежде всего означает всех простить, никого не обвинять в своей судьбе и всех принять. Но смотрите, со страстными людьми можно жить рядом, но при этом не надо с ними строить глубокие отношения. То есть не надо с ними говорить об абсолютных вещах каких-то. Это невозможно, они не могут это принять. Только с благостными людьми можно говорить об истине в семье. Со страстными людьми мы живем рядом. И так как страстные люди не агрессивные по своей природе, они как бы, если ты его не трогаешь, он тебя тоже не будет трогать, страстный человек. По факту, если благостный человек страстного человека не трогает, это значит, что он дарит ему счастье. Потому что благостный человек всегда дарит счастье всем. Он же смиренно себя ведет. В результате страстный человек меняется, он начинает уважать благостного человека. И он принимает благость в свою жизнь. Смотрите, в этом случае что происходит? Близкие отношения бывают сверху вниз на равных и бывают снизу вверх. Вот допустим, я страстный человек, допустим, мой близкий человек благостный. Он ведет себя правильно, у меня в сердце появляется чувство благодарности к нему. И в результате снизу вверх. То есть он дает мне знания, а я получаю. Но это близкие отношения уже. Это не значит, что я к нему отношусь там, допустим. Ну, обычные отношения. Но в сердце своем я думаю, Господи, мне достался удивительный человек, я его не достоин. Это придет само собой в сердце. Человек не ждет, не ждал такого ответа, он думает, удивительный человек со мной живет. Само собой придет в сердце, это неожиданно, понимаете. И тогда в сердце придет знание от этого человека, перетекает знание сверху вниз, знание всегда спускается. Или вы, допустим, живете правильно, смиренно. Тогда знание от вас перетечет близкому человеку. Когда придет время. Он, когда судьба плохая перестанет на вас влиять, то есть вы просто молитесь, живете правильной жизнью. И постепенно внутреннее счастье. А другого счастья не бывает. Невозможно жить внешним счастьем. Только внутренним счастьем человек может жить. Все остальное приходит просто само собой. Он не ждет человек. Может прийти, а может нет. Я не знаю глубину своей кармы. Вот со мной рядом живет человек. Он несет мне страдания в жизни. Так положено на этой земле. Я как бы служу ему. Ничего не притязаю. Приходит время. И он приносит мне счастье. Когда? Я не знаю. Но счастье уже внутри есть. Почему? Потому что благостный человек испытывает счастье от отношений со святостью. Он живет внутренней жизнью. Означает отношениями со святостью. Вот кто из вас начал лекции слушать. И не может оторваться. Слушает, слушает, слушает. Это внутренняя жизнь. Я точно так же живу. Теперь у меня... Да, я не свои лекции слушаю. У меня есть наставник. Я его лекции слушаю. Разок я ехал в машине, вот здесь в Москве, на лекцию на свою ехал. И вез меня один молодой человек. И он включил лекцию. И я слышу что-то какой-то гнусавый голос такой, картавый. И мне противно стало. Я говорю, выключи. Потому что я привык слушать другие лекции, понимаешь? Вот. Теперь у меня вопрос к вам. А кто из вас, кроме того, что вы слушаете лекции, начали еще повторять молитву уже? Или повторять «Я желаю всем счастья». Вот. Вот это и есть уже означает устойчивая позиция разума. Когда человек слушает, он напитывается энергией знания. А потом начинает сам из себя его выделять. Эту энергию знания он из себя выделяет с помощью настроев по утрам. Он чирикает по утрам. Чирикает молитву. И в результате у него вот здесь, вот в сердце, вот здесь утверждается спокойствие сначала. Потом ощущение истинного чувства собственного достоинства. Потому что, понимаете, только по-настоящему достойная жизнь у тех людей, которые понимают, куда надо идти в жизни. Они чувствуют собственное достоинство, означает, никого не трогают. Как понять, чувствую я собственное достоинство в сердце или нет? Это ощущение истины, веры, чувство собственного достоинства. Это одно и то же. Чувствую я его или нет внутри себя? Как понять? Если я мучаю всех вокруг, значит, не чувствую. Если я мало, меньше мучаю, значит, больше чувствую. Еще меньше мучаю близких, больше еще чувствую. Совсем не мучаю, значит, я утвердился в истине уже в сердце своем. Когда человек утверждается в истине, когда знает, что счастье идет отсюда туда, а не оттуда сюда. Он понимает, как движется счастье, направление движения. Итак, как влияет на семью карма ее членов? Влияет. Вот, допустим, смотрите, вот в эту линию, да, меня бросили, да, то есть я бросил кого-то, теперь меня должны бросить. Я рождаюсь в семье женщин, которых бросают. Вот эта линия, она идет там непонятно с каких. Кланы вот эти семейные не меняются, они созданы Богом тоже. Они нужны для того, чтобы отрабатывать разные виды кармы. Есть разные семейные кланы вот эти, они идут сверху вниз, спускаются. Я попал в какой-то из этих кланов. Зачем? Затем, по двум причинам. Первая, чтобы облегчить участь этого клана с помощью своего правильного поведения. И вторая причина, чтобы там отработать свою плохую карму. Вот смотрите, как я облегчаю участь. Он остается тем же самым. То есть там будут бросать женщин в этих семьях. Но так как я победила судьбу, то есть я молилась Богу, вела правильную жизнь, и меня не бросили, хотя хотели. И уже даже он ушел, но вернулся. Почему? Потому что я сдала экзамены. То в этом случае ты становишься ангелом-хранителем у этого семейного клана. Ангелом-хранителем. То есть все родственники, которые будут рождаться дальше в этом роду, они от тебя будут получать знания в сердце, как сохранить семью. Они об этом не будут знать, но ты будешь их ангелом-хранителем. Где бы ты ни был в своей жизни, ты будешь им помогать всю жизнь. Потому что ты получил знания, а веды говорят, знания, если человек получил в своей жизни, он его никогда не теряет. Настоящее знание остается на вечность человека. Знание имеет вечную природу, настоящее. Настоящее счастье тоже никогда не покидает человека, но имеет вечную природу, надо его заслужить. Временное счастье покидает. Если мы стремимся к семейному счастью, временному, тогда оно будет нас покидать. Но если мы стремимся к высшим отношениям с Богом, тогда семейное счастье будет приходить к нам, само собой. Потому что мы заслуживаем. Люди, которые, если человек от Солнца получает свет и становится проводником этого Солнца, он тогда может всем этот свет дарить без проблем. Это означает семейное счастье, что ты отдаешь, а не берешь. Итак, мы с вами говорим о карме рода. То есть есть карма рода. Это моя карма? Моя в этом рождении. В следующем рождении может быть уже не моей, а может быть и моей. Все зависит от того, отработал я карму или нет. Я могу в этом роду рождаться вновь и вновь, пока не отработаю карму. А могу рождаться в другом роду, если у меня будет другая задача какая-то. Карма означает экзамены, задачи какие-то, какие мы сдаем. У женщин свой экзамен. Допустим, смотрите, женщина, женщина рождается, человек женщиной. Что это значит? Это значит, красивая, блин. Никто, правда, не понимает, но красивая женщина, человек рождается. В чем заключается экзамен? В том, чтобы забыть про свою красоту. И все время служить ей, служить, служить другим людям. Отдавать красоту. И ничего не хотеть для себя. Потому что женщине так хочется немножко любви. Причем, потому что она сама соткана из любви, ей хочется любви. А она должна победить в себе это и все время отдавать. Тогда она побеждает свое женское воплощение. Она в нем достигает совершенства. Становится святой женщиной. Как мать Тереза. Все время отдавала любовь. Ничего не желала себе. Стала счастливой, возвышенной женщиной. Представьте себе. Ясно, что в следующей жизни матери Терезе была положена или духовная жизнь, или жизнь на высших планетах полных счастья в этом мире. Но даже не будем как бы лезть в ее следующую жизнь, а просто посмотрим, что она испытала, когда ее тонкое тело отделилось от грубого. Человек в это время все смотрит, вид сверху. Он смотрит, что происходит. И что происходило? Вся Индия хоронила ее. Я видел хронику. Огромные толпы народа вышли на улицу, чтобы попрощаться. И в Дели огромные, просто огромные толпища народа шли хоронить мать Терезу, которая была не индуска. И у ней была другая вера даже. Она не индуист. Она христианство проповедовала. Вся Индия ее хоронила. А она это видела сверху. Представьте. Человек прожил жизнь и какая награда. Вся страна, весь мир, весь мир любил эту женщину. Даже просто один ученый японский, он изучал структуру воды. И он быстрым замораживанием как бы кристалла воды определял, как вода связана с информацией. Он произнес слово Гитлер, капелька, перед капелькой воды заморозил. Такой ужасный такой кристалл получился. Произнес мать Тереза такой великолепной структуры, такой кристалл получился. Видите, в пространстве само имя мать Тереза вызывает счастье. Просто ты произносишь уже счастье. Все. Вот такой результат жизни. Почему? Потому что она жила правильно. Она жила в правильном русле. Она обрела счастье, высшее счастье. Намного жизни вперед. Так человек должен жить. Семейная карма и свобода выбора. В чем же заключается свобода выбора? Свобода выбора заключается в трех вещах, как ведическая сказка. Три дороги перед нами. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь. Второй дорогой коня потеряешь или семью. То есть невежественной дорогой себя потеряешь. Сопьешься, скуришься, снаркоманишься. В тюрьму сядешь, прибьют тебя там, станешь нефтяным магнатом, там каким-то черный бизнес, там какой-то тебе там ничего хорошего в жизни не будет. Или страсть означает жизнь, в которой нет согласия. То есть человек теряет детей, жену, себя. То есть детей, жену, семью, работу. Ну то есть к чему человек привязан, к страсти, то он и теряет по факту. То есть страсть и благость означают счастье получишь. Видите, три дороги. Вот это свобода выбора наша. Как идти благостный путь самый трудный? Потому что надо от всего отказаться. Так как будто шаг в пропасть. Человек идет путем знания. Что, мясо не есть? Неужели нельзя своей любимой нюркой спать ни разу? В жизни. Помимо жены. Нельзя. И неужели нельзя рисоваться чужим мужчинам на улице? Благости нельзя. Только мужу можно глазки строить. Как же тогда жить? Очень счастливо. Потому что счастье, оно другое. Не так, как мы думаем. Очень счастливо жить. А я не могу это все бросить. И не надо. Не волнуйся. Все само бросится. Надо пойти просто благостный путь. Тем более тогда не пойду. Это что, меня куда заманивают? Никуда не заманивают. Благостный путь, он свободный. Вот в страсти постоянно всех заманивают. В невежестве не заманивают, а пугают. Если ты попал в невежество, тебе говорят. Уйдешь, перо в живот получишь. Ты повязан. Мы все здесь повязаны. У нас одна жизнь. В страсти всегда рекламируют. Говорят, вот она жизнь. Счастливо. Посмотри. Машина, квартира туда-сюда. Шварценеггер с бревном крутой. Ну то есть, ну как бы все круто, настоящая жизнь. Ну что? Ну то есть, рекламу же видели? Настоящая жизнь. Она вот вся реклама, которую видите, это энергия страсти. Все, что мы видим, вот эта вот реклама. Допустим, реклама. Конвенционный люк. Там написано. Пепси-кола. Подними крышку, почувствуй вкус. Это реклама. Ну, конечно, и так. Немножко по-другому там реклама. Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что навязывание как раз – это деятельность страсти. Благость никогда не навязывает. Она учит как? Нежно. Если вы хотите найти благостного учителя, то ищите тех, кто прибадет нежно. Никому ничего не навязывает. И это будет благость. Благостная жизнь, она без навязывания. В семейной жизни то же самое. Нет навязывания никакого. Могут ли родственники изменить мою карму? Могут, если они живут в благости. Но это милость. Но это нет смысла рассчитывать. Понимаете, вот это и есть как раз страсть – желать, чтобы мои родственники стали лучше. Вот это и есть страсть. Почему мои родственники не лучше? Потому что мне так положено в жизни. Это моя судьба. Поэтому они не лучше. Благостный человек не обязательно живет с благостными людьми. Это результат уже благостной жизни. А благостный человек живет с кем? С невежественными людьми. Как он живет? Чуть-чуть подальше. Женщина говорит мужу, бросишь пить – будем вместе жить близко. Не бросишь – будем чуть-чуть на расстоянии. Чуть-чуть на расстоянии – это какое расстояние нужно? Чтобы исправлять судьбу и не выходить из себя. Смотрите, если ей надо в соседних комнатах для этого жить, значит в соседней комнате. Если просто сексом не заниматься, значит сексом не заниматься. Невежественному человеку ставятся условия. Страстному человеку условия не надо ставить. Почему невежественному условия ставятся? Потому что жить невыносимо. Кто такой невежественный человек? Это тот бьет, изменяет, насилует, материт. Детей над детьми издевается, понимаете? Опасно жить становится. Человек не может жить вместе, потому что опасно. И он живет на расстоянии. На каком расстоянии? На безопасном. Но не разводится. Благостный человек не разводится. Со страстным человеком надо жить. На каком расстоянии? Близком очень. Но страстному человеку не нужно наше сердце, понимаете, ему не нужно. Вот попробуйте сесть с ним и говорить, давай поговорим о жизни. Он говорит, слушай, давай фильм посмотрим. Нормальный фильм. Я устал, с работы пришел. Поговорим завтра о жизни. Мне так же мозги запаривалось своей жизнью. Так или нет? Ему это не надо, поэтому с ним и нет близких отношений. С благостным человеком близкие отношения. Три типа близких отношений. Есть наставник, с ним отношения такие. Он всегда из жизни в жизнь мой наставник. Я никогда выше его не буду, поэтому я всегда хочу от него получать только наставление. Все. Старшее отношение со старшим. Равное отношение означает любовь. Что значит любовь? Это значит, мы говорим правду друг другу. Правду. Какую правду, которую человек может переварить? С одной стороны, мы служим друг другу, заботимся друг о друге, а в трудную минуту мы помогаем. Допустим, как помогают страстные люди? Страстный человек говорит, это он козел, допустим, меня бросили. Она плохая. Она тебя бросила, она плохая, и слава Богу, что она тебя бросила. Так? Страстный совет. Благостный совет. Так сложилась судьба. Ничего страшного. Давай будем молиться Богу, жизнь будет налаживаться. Так? Благостный человек никого не обвиняет. Он просто дает знания. Иногда он тебя может обвинить. Допустим, ты бросаешь кого-то, благостный друг говорит, возвращайся домой. С любовью говорит, возвращайся. Зачем тебе бросать близкого человека? Это не хорошая судьба, неправильная. Возвращайся назад. Видите, такой друг, он приносит немножко оскомину. Но это настоящий друг. Благостные люди ценят таких друзей. Он это нежно на самом деле говорит. Нежно, по-доброму. Ведь настоящий совет можно дать только с любовью. Невозможно давить советом. Когда человек давит советом, и так тошно. На тебя давит советом, еще хуже становится. Только с любовью. Ну, в идеале. Я только так и действую. А вы способны? Логика железная, вообще, молодец. Человек спросил, вот как у нас, вот мы живем так-то со своей женой, и как бы нам хочется сексом заниматься. И человек сам ответил на вопрос. Значит, надо заводить детей. Все. Если человек спокойно живет в семейной жизни, хочется сексом заниматься, ну, может, хотеться, иногда хочется, и люди занимаются сексом, чтобы расслабиться, снять напряжение. Благостным людям не надо снимать напряжение с помощью секса. У них более возвышенные отношения, очень высокие отношения, и они испытывают счастье просто в этих отношениях. Им не нужен секс, по факту, благостным людям. Понять это сложно очень. Даже не пытайтесь это понять. Потому что вы поймете это по-своему. Значит, подумать, благостные люди, значит, это импотенты. Нет, все нормально, как бы, понимаете. У благостных людей все нормально, с чувствами. Они работают нормально. Просто счастье другое. Гораздо больше другого счастья, которое обычным людям понять невозможно. Поэтому и не надо париться, понимаете. Ну, если вы берете, допустим, и ограничиваете половую энергию искусственно, то есть не занимаетесь сексом, допустим, может она уйти. Она может уйти просто, значит, завести любовника себе. Ну, хорошо, тогда, если она секса хочет, надо ей дать это. Потому что вы не знаете, что делает с человеком эта энергия безудержная. Если вы не можете контролировать это чувство, значит, надо его удовлетворять в какой-то степени. Но как удовлетворять? Сдерживаться, нет сил сдерживаться, удовлетворять это чувство, значит. Для этого нужна семья, понимаете. Она контролирует половую энергию двумя способами. Воздержанием и удовлетворением. Воздержанием и удовлетворением, понимаете. Но если люди безудержно начинают этим заниматься, то это приводит уже к деградации. Почему? Потому что семейная жизнь протухает. Если люди постоянно эксплуатируют с тела друг друга для секса, то они становятся отвратительными друг другу. Постепенно наступает такой момент, они просто не могут терпеть друг друга. Просто даже близость терпеть не могут. Они как бы вонь наступает. Вы заметили, что когда люди чуть-чуть на расстоянии пожили, там в командировку кто-то съездил, как будто заново встретились. И счастья очень много наступает, да? Вот так это. Потому что воздержание, оно увеличивает любовь. Это нужно для любви, для отношений. Сколько воздержания? Не столько, чтобы близкий человек убежал из дома. Понимаете? То есть он не может, ему хочется близости, ну да, ему эту близость. Да, если они уже развились на более высоких центрах. А если не развились, что тогда? Как понять по вашему поведению? Если вы бросаетесь на жену, значит не развились. Нормально, если она тоже не бросается. Ну все, значит, все нормально тогда. В чем тогда вопрос? Нужно, да. Потому что если у вас нет общих детей, значит зачем тогда вам нужна семья? Вы ошибаетесь. Вы не такой человек. Вы как Ленин, что ли, живете? Я просто сразу раз в тень. Как Ленин или нет? Не гордитесь собой. Заводите детей. Знаете, почему вы не заводите с ней детей? Потому что вы сомневаетесь, что вы будете с ней жить дальше. Не сомневайтесь, заведите детей. Спросите у жены. Это жена решает, будут дети или нет в семье. Жена прежде всего решает. Спросите ее. Хочет она от вас ребенка или нет? Ну так, значит, надо дать ей. Так я уже ответил на этот вопрос. Ничего страшного, что не хватает денег. Надо просто завести ребенка, потом будет хватать денег. И все, в те деньги уперлось, оказывается. Такая возвышенная тема у нас развивалась. А все вопрос-то простой, оказывается. Денег не хватает. Еще какие вопросы? А как можно проводить с пользой время с ней, семьей? Подождите, вот молодой человек здесь задает вопрос. Как можно проводить время с пользой? Хороший вопрос. Спасибо вам большое. Вопрос такой. Как можно с пользой в современной жизни проводить время с семьей? Надо в обществе лебедей проводить время. Не в обществе ворон, а в обществе лебедей. Вот смотрите, вот здесь собрались лебеди. Они сидят, слушают на возвышенные темы. Вот в таком обществе надо проводить семейное время. Надо ставить фильмы духовные, как остров. Вот, допустим, моя книга заняла первое место, и по фильмам первое место занял фильм «Остров». Понимаете, это фильм, который надо смотреть. Есть таких достаточно много фильмов, понимаете, духовных. «О жизни святых людей» надо смотреть фильмы и так далее. Надо читать книги, вместе собираться. Вот мы с женой собираемся и читаем Священные Писания вместе. А? Мы все вместе собираемся, читаем Священные Писания. И все счастливы, понимаете? Что вы не знаете? Плащаница там, Иисус Христос, Мать Тереза, там куча фильмов. Что они? А, несколько, перечисляю несколько фильмов. Заходите на сайт tatsunov.ru, в раздел «Видео». И вот смотрите все подряд. Вот это такие фильмы. Там и СУП-300, наверное. Все бесплатно, можно скачать, нет проблем. Ну, то есть, идея в чем заключается? Таких фильмов много, просто мы не интересовались. Что кроме фильмов? Сейчас скажу. Сходить в храм на службу. Съездить в святое место, паломничество. В выходные дни выдались. На недельку до второго я не уеду в Комарова, а уеду в святое место. Посмотрю отвыкшим глазом на мощи Сергия Радонежского. И на службе буду разом. И ночное бдение постою. На недельку до второго. Вот это называется благостный отдых, понимаете? Женщина зарабатывает больше. Может ли быть счастливая семья? Может, если женщина, при этом зарабатывая больше, не конючит. Кто задал вопрос? Не вижу человека. Ну, зарабатывает женщина, зарабатывает больше. Какая проблема? В чем проблема? Уважать мужчину? А я спрашиваю, она может при этом уважать мужчину или нет? А? Не получается? Ну, зарабатывайте меньше. Зарабатывайте меньше просто. А? Просто возьмите, зарабатывайте меньше. А денег не хватает. Вот это уже другой вопрос. Это называется жадность уже. Смотрите, вот в чем проблема. Почему женщина больше зарабатывает? Потому что жадность. Женщина хочет больше денег. Больше, чем ей положено по судьбе. Она не вкладывает мужа, а хочет иметь деньги сама. Не в мужа вкладывает свою любовь, и он как бы растет сильным и больше зарабатывает. А она сама хочет зарабатывать, означает жадность. А если жадность, тогда счастья уже не будет. Ясно, что это страсть. Ясно, что мужа мы не будем уважать при этом. А просто возьмите и меньше зарабатывайте. Сразу смотрите, больше времени на духовную практику, молимся за мужа, муж расцветает. Потом зарабатывает больше денег. Если муж ушел и предлагает руководящей должности вам, да, что делать? Больше заниматься работой над собой, отказаться от руководящих должностей. А? Еще предлагают. Ну, вы работаете где-то? Ну, работаете там, что, какие проблемы? Ну, перейдите в другую. Ну, пусть будет руководящая должность. Можно? Женщина, она, знаете, руководит, она может руководить, но при этом она не будет париться. Если женщина молится Богу, она говорит, Василий Петрович, ты это будешь делать, ты, Иван Федорович, это будешь делать, вы все будете вот это делать. Я пошла домой. До свидания. Как понять, что ты любишь? Мужчину, что ты любишь. Мужчину, что ты любишь. Значит, ты ему доверяешь. Он для тебя опора в жизни. Ты чувствуешь, что он может тебя защитить от трудностей каких-то, но дает защиту. Значит, ты его любишь. Женщина не может сразу понять, что она любит, потому что у женщины близость в сердце к человеку приходит со временем, и это хорошо, это неплохо. Поэтому надо дольше общаться, понимаете? Не надо ничего понимать, не надо себе внушать, я его люблю, я его люблю. Не надо внушать, надо встречаться, продолжать дальше. Придет время, и он тебе докажет, что ты его любишь. Он должен доказать. Встречаться, дать им возможность доказать. Не доказывает его проблемы. Я же красивая, найдется тот, кто докажет. Понимаете? Женщина не может сразу полюбить, потому что женщина, как она смотрит на ситуацию. Вот они встречаются, мужчина, он сразу входит в ситуацию. Он сразу. И снова вижу образ твой, Мадонна. Ну, то есть, он входит сразу, все там, такой. Вот. А женщина, она такая, со стороны смотрит. Она при этом может еще кому-то улыбаться параллельно. Она, да, как бы, ну, не та, да, все, как бы, так. Ну, внутри она такая, контролирует ситуацию. Ну, с ним не с ним, с ним не с ним. Хороший, плохой, дурак, нет. Контролирует ситуацию постоянно. И у ней полностью, она, свой ум у нее не отдается мужчине сначала. И это хорошо. Потому что, в конце концов, она, для нее семья создается, и она решает, будет она с ним жить или нет. И это решение, оно не должно приходить сразу, нужно ждать. Это благостное создание семьи. Держать на расстоянии человека и ждать. Смотреть, что придет в сердце. Какое решение. Это правильный подход жизни. Сказать, мы жили в невежестве и развелись. А сейчас мы раскаиваемся в этом, мой хороший. И ты никогда не разводись в своей жизни. Да, мы жили в невежестве, теперь мы живем правильно. Вот я попыталась еще раз начать жить с семейной жизнью совместно. Вот у меня вторая попытка. Я была плохой, тетя, и теперь я хороший. И никогда больше уже не разведусь. Клятву перед ребенком, давать гарантии ему надо. Где встретить близкого человека себе? Возможно, встретить. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь встретить невозможно, можно потерять. Любовь человеку дает Бог. Ее невозможно встретить. Заслужите человека. Придет в ваша жизнь человек. Что делать? Сначала слушать лекции. Потом начать жить по лекциям. Посепенно так жизнь будет меняться в нужном ключе. Выполнять свои женские обязанности, вести себя как женщина. Работать над собой, развиваться как личность. Придет время и придет жизнь удача. Поднимите руку, у кого так произошло, женщины. Смотрите. Даже мужчин некоторые подняли. Натси. Видите, то есть есть такие люди. Вот они жили, а у кого не было много лет близкого человека, вы начали жить правильно, и у вас появился близкий человек. Есть такие люди? Вот еще смотрите в зал. Видите? Значит, нормально все. Работает система. Кто руку-то поднял? Кто спросил? Ну вот. Работает система? Работает. Какие еще вопросы? Да? Первый и второго папами. Правильно. Правильно. Да, нормально. Никакого треугольника. Какой треугольник? Ну, двух человек, человек называет папами. Ну, даже второго может быть, если больше, чем у нас. Ну, и хорошо. А что переживать-то? В смысле? Что, нечестно? А, вот, вы не понимаете. Сейчас объясню. Вот смотрите, кто такой родной отец? Человек, который отдал кровь своему ребенку, он воспитывал его, он ему давал знания, это родной отец. А тот, кто зачал, это на втором месте. Родной тот, кто отдал жизнь человеку, а не тот, кто просто зачал. Пытайтесь это понять, кто такой родной. Если вы этого не поймете, тогда не будет счастья в вашей жизни. Если вы этому ребенку, которому кровь отдал человек какой-то всю свою жизнь и судьбу отдал, вы ему скажете, этому ребенку, что это не родной для него человек, вот тогда вы ему занозу в сердце влепите. И за это будете отвечать потом перед Богом. Кто родной человек? Родной тот, кто отдал судьбу свою человеку, а не тот, кто просто его зачал. Вот теперь я вам вопрос задаю. Я вам вопрос задаю. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот когда человек зачинает, всегда ли он зачинает ребенка? Или он, может быть, просто сексом занимается в это время? Да не бывает, а в основном так и бывает. Тогда вопрос заключается в том, а почему же тогда ребенок все-таки появляется в этот момент? Знаете почему? Потому что Бог так захотел. Человек не может зачать ребенка, это невозможно. Некоторые люди всю жизнь зачинают и не зачинаются. А некоторые как пулеметы зачинают. От разных женщин. Тра-ра-та-та-та-та-та-та. И все зачалось нормально. И что это означает родной? Родной это тот, кто отдал свою жизнь ребенку. Это родной. Все остальные неродные. Понятно, нет? Система. Это правильно так мыслить. Правильно. Все остальное это ложь. У нас 10 минут осталось, мы не можем больше. Нет. Это будет... Назвать себя счастливым означает хвалиться перед Богом. Это вы можете назвать меня счастливым. Или не назвать. По вашему усмотрению. Вы можете назвать меня счастливым. Или не назвать. По вашему усмотрению. Если вы хотите меня изнасиловать, тогда можете прийти сюда и изнасиловать меня попроще. Не обязательно это делать словами. Можно раздеть меня перед всеми. А? Как? Как? Подождите, стоп-стоп. Ну? А вы можете назвать себя счастливым? Нет, это тот же самый вопрос. Нет, подождите. Это тот же самый вопрос. Вы можете назвать себя счастливым? Вы сейчас вышли на мое место. Смотрите, вы сидите на том же самом месте. Весь зал слушает вас сейчас. И я вас спрашиваю тот же самый вопрос. Вы... Нет, весь зал вас слушает точно так же. Не оправдывайтесь. Вы можете назвать себя счастливым или нет? Нет. Почему? Почему? Какие? Тогда у меня к вам вопрос. А почему вы тогда, будучи несчастным человеком, осмелились сейчас забрать время у всего зала и выступать как наставник, как наставник перед тем человеком, который сел сюда по праву? Вы меня спрашивали, не как человек, который вопрошает об истине. Вы меня спрашивали, как старший. Теперь у меня к вам вопрос. Вы имеете ли право быть старшим, задавая мне вопросы, как старший? Потому что у меня есть старший, я знаю, как они задают вопросы. Вы задали вопросы, как старший. Я вас спрашиваю, имеете ли вы право так себя вести здесь в этом зале или нет? Видите, вы сами ответили на ваш вопрос. И я вам теперь отвечу на ваш вопрос, так как вы уже с пьедестала слезли. Я сейчас вам отвечу на ваш вопрос. Мой духовный учитель никогда не говорит, что он счастлив, потому что он разлучен с Богом. И так как он разлучен с Богом, считать себя счастливым в этой ситуации, это все равно, что наслаждаться первым во время чумы. Понимаете? В этом мире все занимают одинаковое положение. Все страдают одинаково, потому что пока мы не увидим Бога перед собой, пока мы не испытаем отношения с Ним глубокие, чистые, человек никогда не может быть в полной степени счастлив. Но есть еще одна причина, почему человек не должен перед всеми говорить, что он счастлив. Эта причина очень простая. Человек должен вести себя скромно перед большой аудиторией людей. Понимаете? Скромно. И также я хочу вам одну вещь сказать, очень важную, что когда приходит много людей в аудиторию, они сидят вместе, то есть определенный этикет отношений. Этикет означает, что если люди хотят кого-то слушать, даже если он недостоин, они испытывают отношения с Богом в это время. И если кто-то ведет себя, нарушая этот этикет, то он таким образом идет против Бога. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Если люди слушают мои лекции, и это меняет их жизни к лучшему, даже если я недостойный человек, пускай они их слушают, в чем проблема? Но есть одна проблема, которая заставляет людей нарушать вот этот нормальный ход событий. Эта проблема называется зависть. Когда зависть сидит в сердце человека, то он начинает вставать на большую трибуну и кричать, имеете ли вы право или не имеете. Это моя жизнь покажет, имею я на это право. И моя судьба, она искорежит меня, если я не имею права. И я буду ей за это очень благодарен. Понимаете? Но я не позволю вам корежить веру этих людей, которые пришли сюда за истиной. Они пришли не ко мне. Понимаете? Они пришли к тому, от чего имени я говорю. И никто не позволит вам разрушать эти отношения здесь. Поэтому я так с вами разговариваю здесь. Не потому, что я вас не люблю, а потому, что вы нарушили этикет этих отношений. Понимаете? Какой бы вы верой не были, если, допустим, это не ваша вера, и вы с позиции своей веры выступили, тогда, я вам скажу больше, если бы здесь сидел ваш наставник, и перед ним бы так себя повели, вы бы были недовольны. Поэтому вы сейчас не искали недовольства всех этих людей, которые сидят в этом зале. И это плохая судьба. Поэтому я вам желаю другого поведения. Постарайтесь вести себя по-другому. На таких беседах не нужно быть гордым и как бы и свысока к тому, кто ведет такую беседу, что-то говорить. Я это обращаюсь так же к себе. Я тоже не хочу так, быть в таком положении. Точно так же. Нам уже пора заканчивать лекцию. Я хочу вам одну вещь еще сказать напоследок. Что иногда бывает, иногда бывает, что такую фразу говорит действительно старший. И это большая удача. Иногда бывает, что старший встает и говорит, что вот так вот, вот так вот тебе бы не стоило вот так говорить людям. Вот такую фразу, вот такие слова. И он это говорит так, что нектар вливается в уши. Нектар. Понимаете? То есть, когда старший встает и говорит какое-то замечание, совет какой-то дает. Нектар вливается в уши. И ты говоришь, Господи, спасибо тебе за то, что ты мне это сказал. Естественным образом. Так мои наставники ведут со мной себя. Мой духовный учитель ни разу в жизни не поднял на меня свою речь. Он ни разу в жизни не сказал мне ни в какой ситуации, в которой бы не оказывался грубое или жесткое слово. Он никогда в жизни не опозорил меня ни перед кем. Хотя я сам не такой. Я так себя не веду. Даже сейчас я не полностью, как бы правильно повел себя в этой ситуации, в которой я должен был повести себя по-другому, более благостно и нежно. Понимаете? Я привык к таким отношениям. Когда мне старший говорит что-то, я привык к таким отношениям. И поэтому я всегда стараюсь сам с теми, кто меня слушает, вести себя таким же образом. Но не всегда у меня получается. Наверное, поэтому Бог и разгневался на меня в лице этого человека. Поэтому прощу прощения у всех за эту ситуацию. Давайте будем желать всем счастья. Кому-то уже пора домой ехать. Мы еще сейчас посидим минут десять. Сели прямо. Цель человеческой жизни установить отношения со святостью. Мы собрались с вами здесь. Кто-то выше сел, кто-то ниже. Но по факту мы все одинаковые с точки зрения отношения со святостью. Некоторые должны думать из разной веры. То есть кто-то думает о святом имени, как это делают мусульмане. Они вспоминают имя Аллаха. Кто-то думает о святой книге. Есть такие традиции духовные, где настраиваются на святое имя. Кто-то думает о святой человеке. Кто-то думает о Сыне Бога, допустим, Иисусе Христе. Вы понимаете, то есть есть разные способы настраиваться на святость. И я не буду как бы вас принуждать к какому-то из этих способов одному. У каждого человека свой путь в сердце. Но идея одна. Человек должен поклоняться святости, чтобы святость проникла в его сердце и установила ему высшие отношения в его сердце. Потому что что такое сильная глубокая любовь к близкому человеку? Что такое прощение? Что такое принятие? Все это идет от Бога. Человек сам не может эти вещи делать. Понимаете, это все в божественную природу имеет. Поэтому, когда человек настраивается, кланяется святости и говорит, я хочу жить как ты. Я хочу жить по твоим законам. Я хочу жить для тебя. В это время он устанавливает в своем сердце правильный ход вещей. Потому что первое, что мы должны сделать, мы должны установить эти отношения. Все остальное установится потом само. И мы сейчас будем вот такой практикой заниматься. надо вспомнить святого человека или вспомнить Бога, если вы знаете, как о нем думать. Или вспомнить святое имя Бога, или святую книгу. Ну, то есть, разные способы есть, как это делать в разных традициях духовных. Надо мысленно кланяться святости, говорить, я хочу быть полезен, я хочу быть полезен для тебя, я хочу жить для тебя. повторять, я желаю всем счастья. Потому что святое означает живущее не для себя. Я желаю всем счастья означает от тебя, от твоего имени. Я хочу быть полезен тебе, поэтому я желаю всем счастья. У меня нет счастья, но у тебя есть. Я хочу быть полезен тебе, я желаю всем твоего счастья. Я желаю всем твоего счастья. То, которое ты понимаешь, а не которое я понимаю. Это такой настрой. Он приводит к победе, к полной победе в судьбе, потому что этот настрой правильное русло жизни человека настраивает. И когда вы пожелаете вот это все счастье, будете желать, желать, потом в сердце наступит радость, как результат. И эту радость не надо себе держать. Не надо... Вот этим не надо заниматься. Немедленно надо вспомнить того человека, который нуждается в заботе. Это кульминационный момент, эта энергия очень цена. Она может вылечить кого-то в трудную минуту, подарить жизнь тому, кто умирает. В это время надо ее отдать. И она опять придет назад. Опять отдать, опять придет, опять отдать. Вот так человек должен жить. Повторяем все вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья. Я желаю вам всем духовного знания, любви, согласия и всего самого лучшего. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу. Может быть, я и не достоин того, что вы приходили. Но я очень счастлив видеть ваши лица. Спасибо вам всем большое. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok